швейная машина для экстра тяжелых тканей материал не только ткани в основном по же машина шорницкая 23 айм вот такой вот челнок в этой машине типа баррель типа баррель сейчас вот установлена лапка машина идет с лапкой изначально есть и ролик ролик покупался отдельно слегка оборотом ставится видно по винтам но по накатке на самом ролике и подшипник крутится все идеально износа не видно на насечки значит бачок от душной машины поставил потому что не было так машина пришла и шибер пластина потерялась пластину как положено держится капитально так челноки челноки справа вот этот 3823 класс и 2823 класс рукавная и 3823 значит плоская платформа вот этот челнок это челнок вертикальной осью с вертикальной оси это челнок он на машины 83 класс двухигольная есть на канале 93 есть одноигольная но нет на канале пока есть наличие одноигольная еще и с обрезкой края есть такая машина когда-то дойдет ход дуни шпули у них одинаковые вот этих в этих челноках шпули одинаковые вот они лежат так шпули в 23 класс новые 23 класс к этим машинам новые иглы разные иглы круглые лопатка двигатель ткани зубь готовость двигатель ткани кулисы кулисы лапки вот тоже механизм перекидывает челнок то есть сегодня и пластины новые они с разными отверстиями и там три вида отверстия вот видно хорошо есть три вида средние маленькие и большие отверстия зависимости от толщины иглы толщины нитки и толщины мы сшиваем их материалу желательно его юную пластину менять вместе с тем как меняем иглу меняем нитку переходим на более легкий материал но это там каждый раз не делается конечно это если надолго запускать машину на процесс это к рукавной 23 в м кольца прижимные челнок призмать что-то направитель направитель материала вот крепится на шибер пластину это две три отверстия одинаковых вот на два правых вроде крепится сюда тут резьбы нарезанные все так машина в идеале не в идеале машина что новая машина новая и все в комплекте что не в комплекте было я сказал бачок бушный так еще шпули там есть вот и от военной тубы шарниры эти вот такая вот здесь идет моталка шпули моталка вот она подводится колесу требует требует настройки короче и если нету моталки можно применить китайскую но с большим колесом для тяжелых машин взять моталку китайской вот она почти села там если чуть подогнать есть подогнать она глубже сядет и а этот сам флажок что узкий можно там на пайку сделать побольше до половины ширины шпули даже сделать чтобы выключала и нет проблем или но тут стали стоят простая там стали не пойдет надо колить все так просто моталка то такая штука значит есть другие видео на канале делать расскажу если бьет этот рычаг при шитье бьет рычаг что надо там делать как туда влезть этот механизм там видео есть влазим вот внутрь туда в механизм обратного хода и регулировки длины стежка и делаем так чтобы этот рычаг не бил но и вообще как оно там все должно быть потом как там выставить его водитель есть видео ну и там снизу показываю тоже машины корпус хода корпус хода и здесь вот есть такой винт но резьба не подошла на заказать токарю и винт шарнирный шарнирный закажем и вот из этой полосы я делаю вот такая втулка точится как на желтом этом рычаге фафовском такая втулка можно приварить можно лучше приварить конечно к этому серой этой полосе она выгибается немного тоже так и тут обрезается лишнее цепляется тяга и на педаль тяга и так рычаг этот делать элементарно да рычаг вот верхний есть один рычаг шатун который тут идет один шатун верхнего главного вала на вот этот механизм а вилки нету второй там идет вилкой шатун того нету так еще там видео там я рассказывал ссылки добавлю значит под роликом будут ссылки на 23 класс на все другие видео и забыл сказать что если вот это вот кольцо это защитное выбрасывается часто все в основном все выбрасывают его то если выбросили это кольцо то надо подложить шайбу по толщине этого металла обязательно подложить шайбу там такой же винт с плечом как вот здесь только ну поменьше винт и плечо покороче и это плечо оно рассчитано на толщину на толщину и исключительно с этой с этим кольцом значит если вы выбрасываете на подложить шайбу потому что там все челнок тогда не не сильно прижат как положено получается винт зажали челнок не прижатый и он начинает там влево право гулять вот на это надо обратить внимание ну и машина новая смотрим другие видео но по ссылкам до задали задаем вопросы коментах и вайбер ватсап там укажу укажу вайбер ватсап телефон все плысь да на канале еще же машины есть по тяжелым по тяжелым есть у меня 38 23 запуска на 220 там 38 23 рукавные 28 23 там несколько роликов есть монстр 28 23 есть одно видео можете сразу найти быстро монстр 28 23 потом рукавная 28 23 еще одно видео там по рукавной 38 до среда двухугольный декор есть возле 3 класс потом 550 класс есть если надо до 300 тридцатки есть обувные если потому что 23 класса используется и в обувном производстве для отделочной строчки декора декора на страчивается туфли бутинки там особенно ботинки отстрачивается декоративную такой строчкой так что для обувщиков говорю что да есть брусовочная машина есть 330 классы 550 ну и другие машины все плысь и